Добрый день! С вами компания Дом Дорогу, официальный дилер крупнейшего производителя автодомов в Европе, компания E-Humer, меня зовут Станислав. Сегодня мы проводим видеообзор не самого автодома, американского автодома Fleetwood Fire 59R, то оборудование, которое мы на него установили уже после прибытия в Россию. Мы провели адаптацию его к 220 сети, к нашей российской. Давайте посмотрим по порядку, что на этот автодом было установлено. Во-первых, это установка солнечной батареи на крышу. Всего установлено 12 солнечных батарей общей мощностью 2,8 кВт. Также установлено два дополнительных аккумулятора, каждый из которых емкостью 560 Ач, инвертор мощный на 4,5 кВт, а также дополнительное оборудование, необходимое для работы этого автодома от сети 220 Вольт и возможность использования инвертора для обеспечения потребителей, которые находятся в этом автодоме, телевизоре, холодильнике от аккумулятора, чтобы они работали. В этом автодоме все электрооборудование было установлено сзади части автодома, именно в этом багажном отделении. Давайте посмотрим, что мы тут установили. Первым делом были установлены дополнительные аккумуляторы. Мощность каждого аккумулятора 560 Ач. Также есть специальные зарядные устройства для этих аккумуляторов. Дело в том, что сами аккумуляторы не способны заряжаться в стандартной сети 12 Вольт. Им нужно качество зарядки высокое, то есть 14 Вольт. Поэтому необходимо было ставить дополнительные зарядные устройства. Также, видите, были смонтированы шины для уравновешивания потенциала между потребителями электроэнергии и источниками электроэнергии. Это у нас инвертор мощностью на 4,5 кВт. Он соединен с системой таким образом, что когда мы включаем любой потребитель электроэнергии, на него поступает питание 110 Вольт и 220 Вольт именно от этого инвертора. Как только мы подключаем внешний источник электроэнергии, это может быть 220 Вольт внешний, либо запускаем бортовой его генератор, автоматика переключает питание уже на внешний источник электроэнергии, а инвертор у нас отключается. Соответственно, тут работает автоматика приоритета сети. Всего три источника. Это аккумуляторы при помощи инвертора, второй – это внешний источник 220, и третий источник электроэнергии – это бортовой генератор мощностью 5,6 кВт. Здесь у нас расположились 4 контроллера солнечных батарейей. Как я уже ранее говорил, батареи солнечные расположились у нас на крыше. Всего их 12 штук, каждая по 150 Ватт мощностью. Все они сведены в одно целое, и через контроллер уже поступает заряд на аккумуляторы. Ну, естественно, используя зарядное устройство. Самое интересное, что у этих аккумуляторов, у них имеются отдельные мониторы. Мониторы состояния этих аккумуляторов, для того, чтобы можно было всегда отслеживать, какой заряд остался, насколько идет хорошо заряд аккумуляторов. Давайте сейчас их покажем. Как вы видите, установлены два монитора. Каждый монитор на отдельный аккумулятор. Они сейчас показывают состояние заряда аккумуляторов. Когда идет моргание, соответственно, идет заряд аккумуляторов от солнечных батарей. Как видите, на крыше установлено 12 солнечных батарей. Каждая из батарей мощностью 150 Ватт. Все они сведены в виденные каналы, и поступает электроэнергия от них на контроллеры, на 4 контроллера. По левому борту автодома, тоже в задней части, уже установлены у нас понижающие трансформаторы. Но они условно называются понижающими. Это и повышающие, и понижающие трансформаторы. Особенность такая, что они 220 способны понижать до 110 В, а 110 В поднимать до 220 В. Значит, почему используем два трансформатора? Дело в том, что бортовая сеть автодома предусматривает разделенную одну фазу. То есть, одна фаза запитывает одни потребители электроэнергии, другая фаза – другие потребители электроэнергии. Соответственно, для того, чтобы разделить фазу единую при подключении стандартной розетки 220, мы используем два понижающих трансформатора, чтобы они канал разделили, фазу разделили. Итак, тут у нас расположились защитные устройства, для того, чтобы не было коротких замыканий, утечки электроэнергии. И самое главное – это автоматика, автоматические переключатели. Значит, эти автоматы нужны для того, чтобы выбирать приоритеты сетей. Как я уже говорил, что сейчас автодом у нас запитан от аккумуляторов. Аккумуляторы заряжаются от солнечных батареей. Но стоит нам только подсоединить к сети 220 вольт стандартную вилку, сработает автоматика, отключится инвертор, и вся электросистема автодома перейдет на питание от внешнего источника 220 вольт. То же самое произойдет, если мы включим генератор, заведем генератор. Тоже инвертор отключится, перейдет в состояние заряда, будет получать электроэнергию от генератора, либо внешнего источника энергии. А вся электросеть, все будет работать только от генератора. Та же и розетки 220 вольт. Соответственно, эти преобразователи у нас, от генератора у нас поступает 110 вольт. Эти преобразователи, их преобразовывает 220 вольт, заряжает аккумуляторы через зарядное устройство, а также запускает 220 по розеткам, которые мы установили внутри автодома. Также мы в этом отсеке установили подсветку. Дело в том, что в сумерках, в темное время не видно, что тут работает. Поэтому поставили светодиодную подсветку для того, чтобы можно было что-то включать, подключать. Но, в принципе, это особо и не требуется. Автоматика и так срабатывает прекрасно. Итак, по просьбе клиента мы переустановили бак для воды, для чистой воды. Изначально тут была заливная горловина и стандартный бак на 200 литров был установлен. По спецзаказу мы изготовили бак увеличенной емкости. Сейчас объем бака 500 литров. Соответственно, изменилась система заливки воды в бак. Раньше здесь была обычная горловина. И сейчас нам нужно накручивать быстросъем на подключение шланга для залива воды. Подключаем шланг, наливаем воду. Также на баке установлена система перелива. Установлены датчики контроля воды. В случае перелива просто вода уходит под автодом. Сейчас автодом полностью обесточен. Для того, чтобы включить инвертор, необходимо включить центральную кнопку. Моргание монитора показывает, что идет заряд аккумуляторов. Стоит включить. Все, инвертор у нас включился. Мониторы начали светиться ровно. Этот подзаряжается еще от солнечных батарей. То есть, видите, периодически моргает. И также у нас включились телевизоры. Микроволновка заработала. То есть, у нас сейчас все работает от 220 вольт. Точнее, от инвертора. Также были установлены дополнительные розетки. Рядом с американским стандартом. Где также остается 110 вольт. На них подается стандартные розетки 220 вольт. Розетки у нас расположены по всему автодому. Для удобства подзарядки ноутбука. Подключения кухонных аппаратов. Но остальное все. Как было стандартное, так и осталось. По поводу дополнительного бака. Точнее, не дополнительного. Замены основного бака. С 200 литрового на 500 литровый. Он у нас расположен в стандартном месте. Это под кроватью. Ранее под кроватью было достаточно места для того, чтобы положить вещи, чемоданы. Но после того, как мы установили дополнительный бак. Соответственно, 500 литровый бак занял все пространство под кроватью. Ну, в принципе, такое пожелание нашего клиента. Бак сейчас полностью заправлен водой. Так что повысили максимально уровень автономности автодома. С вами была компания «Дом-дорогу». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Заходите на наш сайт. Мы всегда рады вам. Находится на площадке и готов к продаже новый американский автодом Tor Motor Coach Found Wins 25V. 24-й модельный год. Автодом выполнен на базе Chevrolet. Его особенность – очень мощный двигатель. 401 л.с., 6,6 литров, V8, бензин, автоматическая коробка передач. Материал стен, стекловолокно. Общая длина автодома – 8 метров 204 сантиметра. Общая ширина – 2 метра 515 сантиметров. Общая высота – 3 метра 353. Технически допустимая максимальная масса – 5579 килограмм. Объем топливного бака – 259 литров. Объем бака пресной воды – 159 литров. Объем бака серой воды – 125 литров. Объем бака черной воды – 114 литров. Объем газового бака – 31 литр. Автодом имеет слайдер. Маркиза с электроприводом. Длина тента – 5,3 метра. Возможность установить датчик ветра. Автоматические домкраты, устанавливающие автодом на неровной площадке строго по горизонту. Тип напольного покрытия – винил. Конфигурация кухонного стола – многоместные сидения. Расположение кухни – центр. Три горелки плиты. Кухонная вытяжка. Микроволновая печь. Холодильник электрический, компрессорный – 12 вольт. Количество спальных мест – 6. Раковина внутри ванной комнаты. Также в ванной комнате имеется шкаф и зеркало. Предварительная проводка для солнечных панелей. Генератор бензиновый. Питание из основного бака. Мощность генератора – 4 киловатта. Кондиционер жилого модуля. Мощность – 3,5 киловатта. Автоматический газовый обогреватель. Газовый отопительный котел. Емкость бака водонагревателя бойлера – 22,7 литра. Режим работы водонагревателя – электричество-газ. Телевизор. Блютуз. Поддержка Wi-Fi. Возможность установки системы «Умный дом». Стоимость и дополнительная информация по автодому по телефону 8-918-487-5079. Сейчас в наличии на площадке. Приехал, сел и уехал. Растаможен, с ПТС, со всеми документами. Готов к продаже. Дворец для путешествий вдвоем. И духовка, и варочная поверхность, с микроволновкой. Вот такой вот разделочный стол. Американцы очень любят отдыхать. 3-447, все, подходит. И посмотрите, какой он огромный. Класс, да? Ну, поехали дальше. В нем всегда будет холодно. В нем всегда будет мороз. Это очень хороший холодильник. Он включен. Сюда пришли, отдохнули, спрятались от всех. Спальня хозяев автодома, королевская кровать. Здесь стоит инверторный кондиционер. Стены из композитных материалов. Все, что за бортом не слышно. В том числе генератор. Вот этот материал будет вечен. Бойлер газово-электричество. Здесь всегда есть горячая вода. Причем проточная. Нажимаете на эту кнопочку и ставите всю водяную систему под давление. Огромная внешняя кухня. Посмотрите, какая прелесть. Холодильник, опять-таки, компрессорный. Ну, вы можете себе представить. Premier Ultralight 29RKPR. Сейчас в наличии на площадке. Приехал, сел и уехал. Растаможен с ПТС, со всеми документами. Готов к продаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...